В целях упрощения механизма уплаты, а также создания комфортных условий для плательщиков, с 1 января 2024 года уплата гражданами транспортного налога, налога на недвижимость и земельного налога производится единым имущественным платежом. Единый имущественный платеж не является новым налогом. Он включает в себя все три уплачиваемые в предыдущие года гражданами имущественные налоги. Исчисление и предъявление физическим лицам к уплате единым имущественным платежом производится налоговыми органами за истекший календарный год. То есть в 2024 году уплата вышеуказанного налога производится за 2023 год. Срок уплаты установлен не позднее 15 ноября 2024 года. Извещение придет всем, кто должен заплатить налог на бумажном носителе в конверте по почте. Рассылка извещений начинается с 1 августа и продлится до 1 октября 2024 года. Кроме того, граждане, которые пользуются сервисом в личный кабинет платежика, дополнительно получат извещение в электронном виде. Налог на недвижимость в настоящее время платят все физические лица, которые владеют любой недвижимостью, даже одной квартирой. Для некоторых физлиц предусмотрены наливоты по уплате налога на недвижимость. Например, налог на первую квартиру, один дом не надо платить пенсионерам, инвалидам первой и второй группы, несовершеннолетним, военнослуженным срочной и альтернативной службой. Члены многодетных семей полностью освобождены от налога на недвижимость вне зависимости от количества объектов недвижимости. Пенсионеры, члены многодетных семей, другие льготные категории освобождены от уплаты налога с любого количества садовых домиков, дач, гаражей. По уплате транспортного налога предусмотрены льготы пенсионерам, инвалидам первой и второй группы, ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий на территории других государств, при условии, что у владельцев есть водительское удостоверение нужной категории. И льгота составит 50%. Инвалиды третьей группы получат льготу в размере 20%. За некоторые автомобили платить налог не нужно. Например, это электромобили, за них налог не уплачивается до конца 2025 года, или авто, выпущенное до 1992 года. Уплатить единый имущественный налог можно при помощи сервиса личный кабинет плательщика, а также через систему расчет ЕРИП и в любом отделении банка или на почте. Продолжение следует...